67552, Буралдай-Вышка. Буралдай-Вышка, здравствуйте, еще раз, 67552. Разрешите запуск и планируем на международной Алматы. 67552, Буралдай-Вышка, добрый день, разрешено вам на Алмату. Рабочие ВВП, 0-2, давление 10-20, запуск разрешаю. 10-20, ВВП, 0-2 в работе. 67552, запуск разрешили. Отвиньтесь. Да, 67552, готовы предварительных занятий. 67552, предварительный по РД Браво, разрешаю, полоса 0-2. Предварительный по РД Браво, разрешили, ВП, 0-2, 67552. А552, готовы к джетту. 552, ветер, 60 градусов, 5 метров в секунду, наблюдается отдельный перелет, птиц, лёг, разрешаю. Лёт, разрешаю, лёг, 552. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok ВП 05 право. Рассчитывайте по пальцу. После склока 3427, после взлета 7000 футов, ВП 05 право и после взлета с кругом РОМА АЛФА-67552. РОМА АЛФА-67552, запуск, разрешаю. Запуск разрешили РОМА АЛФА-67552. РОМА АЛФА-67552, прослушайте информацию Танго. Информация Танго на борту РОМА АЛФА-67552 и готовы к рулению. Танго на борту РОМА АЛФА-67552 готовы от РД Чарли. Дистанция 3085 метров. Да, от РД Чарли устроит РОМА АЛФА-67552. РОМА АЛФА-67552, предварительно ВП 05 право. Разрешаю по РД Килла. ВП 05 право, предварительно разрешили по РД Килла. РОМА АЛФА-67552, начинаем руление. Сейчас рулим по РД Килла, то есть прямо по Киллу, по рулю мы налево. Будем взлетать. РД Чарли. РОМА АЛФА-67552, разрешите исполнительный. РОМА АЛФА-67552, исполнительный ВП 05 право, Чарли, разрешаю. РОМА АЛФА-67552. РОМА АЛФА-67552, ветер 20 градусов 6 метров, ВП 05 право, для РД ШАР. РОМА АЛФА-67552. РОМА АЛФА-67552. РОМА АЛФА-67550. РОМА АЛФА-67552. РОМА АЛФА-67752, ВП 05-5 agora, для РД ШАР. РОМА АЛФА-675 Kafан все сумности. РОМА АЛФА-67552. Алматы Круг, добрый день, Рома АЛФА-67552, после взлета хотели бы вы на точку ЕКЛАД 10 тысяч футов. Рома АЛФА-67552, Круг, добрый день, опознанные, по курсу взлета набирайте 10 тысяч футов ПВП. По курсу взлета набираем 10 тысяч футов ПВП, Рома АЛФА-6752. Рома АЛФА-67552, влево курс 350, для создания интервала. Влево курс 350, Рома АЛФА-6752. Сделие из Алматы, пробиваем вот эту небольшую дымку. Слева осталась длиннющая полоса аэропорта. Под левым кругом у нас остается Алмата. Сейчас аэродром Барандай, вот так выглядит тоже, в принципе, такой большой аэродромчик. Посмотрите, какие заснеженные верхушки, гор красивые. Они даже летом в снегу, поэтому очень красиво. Дымка все так же, особо ничего не изменилось за это время. Рома АЛФА-67552, работайте с подходом, 124,8. 124,8 с подходом, спасибо, всего доброго Рома АЛФА-67552. Алмата подход, здравствуйте, Рома АЛФА-67552. В наборе 10 000 футов на Е-клад. Рома АЛФА-67552, Алмата подход, добрый день, опознанный. Следуйте, набирайте 10 000 футов ПВП, курс эклад. Набираем 10 000 футов ПВП, курс эклад Рома АЛФА-67552. Рома АЛФА-67552, после Э-клад рассчитывайте точки Умлот, далее Сулет. И расчетное время пролета Э-клад, Умлот, Сулет, сообщите. Умлот считаем в 17, поправка в 11 000. А вторая точка какую? А, Сулет, сейчас посчитаем, секунду. Э-клад 1033, Рома АЛФА-77552. 1033, еще раз повторите, 552. А так точно 1033, считаем. Э-клад Рома АЛФА-67552. Рома АЛФА-67552, понял. Э-клад 1033, после точки Э-клад, выход на неконтроль. После Э-клада не контролю мою пространство. У вас понял, Рома АЛФА-77552. Держим курс на Иссыкуль, впереди дымка. И получается, что мы сейчас даем вот такой большой крюк. То есть вот видите, вот это Алмата, это Иссыкуль. Можно было пролететь напрямую, но чтобы пролететь напрямую по трассе, минимальный эшелон двухсотый, двадцать тысяч футов. Вот и поэтому нам приходится облетать хребет. Вот и тут, вот по этой трассе, если уйти чуть на восток, 120 эшелон, на 120 мы в принципе легко пролетим. Вот, и вот он Иссыкуль. Сейчас нам дует встречный ветер. Небольшой, значит, когда поверненный Иссыкуль обратным курсом, должен быть попутный. Плюс-минус. Вот в Алмату уже будем возвращаться по закату. Поздно. Так что, такие вот дела. Вот тоже на четырехсот присадки на Гарминке забили маршрут. Удобно очень. Так, ФПЛ. Вот они наши точки. Все считают тоже. Сертифицированный прибор. Очень удобно. Подзабеднились, конечно же. Как всегда, по температурам все окей. Набрали десять тысяч футов. И сейчас пока на них и полетим. И, конечно, самое главное, то, что погода сегодня просто отличная. Переходим на новое бортовое питание, потому что старое у нас оказалось все в бензине. Вот совершенно случайно на заправке, ну, купили, так бы. Голодали весь день. Значит, ну, у нас тут, в принципе, вот такие печеньки с Газпрома и ММДМ, шоколадки с орехом, печеньем. То есть, как бы, такая еда, главное наеста. И правильная. Польза, конечно, от нее ноль. Но, так как у нас воздушное судно наше не оборудовано туалетом, в целях безопасности приходится кушать такую еду. Для информации, над точкой Умлок безопасная высота эшелон 120. Вы сможете набрать 120 эшелон? Да, конечно, мы сможем набрать. Разрешите СЮ набирать 120. Занятие доложим Роме АЛФА 6752. Если в ходе просмотра этого видео вы тоже захотели стать частным пилотом и летать так же, как и я, в свое удовольствие, то приходите учиться в наш авиационно-учебный центр Магаэра «Тренинг» в Москве. Теоретическая подготовка проходит в Москве. Тренажерная и летная в Московской области на аэродроме «Новинки». Есть разные форматы обучения. Ускоренная группа для тех, кто хочет пройти курс максимально быстро. Вечерняя и выходного дня для занятых жителей столицы. Все контакты АУЦ есть в описании и в закрепленном комментарии. Там же вы можете узнать о начале ближайших групп и дне открытых дверей. Ну а мы полетели дальше. Подлетаем к точке Кипса. Вот, смотрите, слева точка Эклад. Как раз на точке Эклад находится такой хребет. В горах вот мы примерно где-то там вылетели. Поэтому диспетчер для безопасности нас маленько векторнул вправо. Вот. Сейчас вот на 120-м эшелоне еще больше подзапятнились. Карасенка побольше стало. 180 км в час путевая либо 97 узлов. Как-то так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивые тени становятся на горах от солнца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 552. Подтверждаю. Всего доброго. Бишкек контроль. Здравствуйте. Рома АЛФА-6752. Умлот. Захраняем эшелон 1-2-0. Курсом на Сулет. Рома АЛФА-67552. Бишкек подход. Добрый день. Контроль столичный. Захраняем эшелон 1-2-0. С курсом на Сулет. Захраняем эшелон 1-2-0. Курсом на Сулет. Рома АЛФА-67552. Ну все, друзья. Сейчас мы летим уже над воздушным пространством Киргизии. Ну что, друзья. Нас маленько спрямили. Диспетчер. Чтобы нам не лететь на точку Сулет. Нас отправили на точку Рахат сразу. Вот. Еще больше зелени становится снизу. Получается, пообщавшись с диспетчерами Казахстана и Киргизии, мы поняли, что у них полеты после заката по правилам визуальных полетов запрещены. Вот. В России ночью по ПВП летать можно. Никаких проблем нет. Вот. И поэтому мы сейчас, поймав связь, отправили Жене смс-ку, чтобы он нам в Питере подал план на Айфар, на приборный план полета. Вот. И обратно уже пофигачим по приборам. Сулет по Питере. Добрый день. Возобновите полет по вашим средствам. Курс на Роксат. От Роксата вы 32 километра. Курс на Роксат. Чуть правее мы возьмем. 6752. Рональфа 607552. Сохраняйте. Шелон 120. Сохраняем. Шелон 120. Курс на Роксат. Рональфа 7052. Роксат. 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 Р Продолжение следует... Развитие по горам не наблюдаем, 5.2. Условия ПВП есть? Да, условия ПВП сохраняем, 5.2. Впереди у нас такой хребет, на нем еще лежит снег. И вот Айрнав нам пишет его превышение, где мы на 120 эшелоне. И где-то до 90 эшелона данный хребет. В принципе, пройдем его с большим запасом. Так, ну что, сейчас пока мы летели, Женя получил смс-ку о том, что нужно перепадать план на приборный. Вот, перепадали план. Вот нам сейчас дикий диспетчер сказал, что новый приборный план на 12.30 получен. И мы сможем спокойно улететь без каких-либо проблем. Сейчас переходим на Иссык-Ульвышку. Иссык-Ульвышка, добрый день. Промо Альфа 67552 курсом. На полу. Заходим нашелон на 120. Промо Альфа 67552. Иссык-Ульвышка. День добрый. Заходить будете визуально или съемку будете выполнять? А заход ПВП рассчитываем 67552. Промо Альфа 67552. Вас понял. Продолжайте. Продолжаем. Состояние шло на 120 для расчетного начала отдержания. Подскажем. Промо Альфа 67552. Контакт с наземными ориентирами доложить. Контакт с наземными ориентирами доложим 67552. Так, сейчас по бакам у нас выработка по половине каждого бака осталась. Включили перекачку в правый бак. Вот сейчас маленько подкачаем, посмотрим. Продолжение следует. Рома Альфа 77552. Продолжение следует. Снижайте далее 8100 футов. Отснижаемся 8000 футов. Доложим Рома Альфа 67552. Переступили к снижению. 8000 футов. Снижаться будем быстро. Сильно руды прибирать не будем, конечно. Рома Альфа 77552. Подскажите погоду на аэродроме. Румы Альфа 6752. На данный момент погода за 37 минут. Ветер у полосы 120 градусов 3 метра в секунду. Видимость более 10. 2 октанта кочево-дождевой на 3000 футов. Давление 10-19. Температура 13. РС1. В работе полоса 07. Торможение хорошее. Условия приняли. Будем отсчитывать заход с ПВП на полосу 07. Румы Альфа 6752. Спасибо. Представляем вашему вниманию озеро Иссыкуль. Жемчужина в Киргизии. Такая степь уже начинается рядом с озером. Горы заканчиваются. И вот где-то там слева на Алматы. Да, за этими горами 60 километров до Алматы. Вот как раз хребет, тучи там висят, развитие наблюдается облачность и вот за теми горами. Как раз Алматы. А да, мы потихонечку снижаемся. Точнее, не потихонечку, а быстро. До прибытия осталось 10 минут. К ВПП 07. И как раз прямо зайдем. Еще крутить не надо будет. Да, ребята, уникальность этого озера Иссыкуль, на котором мне посчастливилось побывать до этого, покупаться. То, что оно соленое, почти как морская вода чистая. Очень много мест, где отдохнуть можно на этом побережье. Но летом все красиво, развито. Так что рекомендую сильно, у кого есть желание отдохнуть у воды, съездить в Кыргызстан и Иссыкуль. Рома Альфа 6752, заняли 80 футов. Рома Альфа 67552, полосу наблюдаете? А, да, ВВП 07 наблюдаем, готовы к посадке. К посадку считаем через 5 минут, Рома Альфа 7752. РОМА АЛЬФА 67552. Заход на полосу 07 разрешаю. Готовность посадки доложить. Заход на полосу 07 разрешили. Готовность посадки доложим. РОМА АЛЬФА 67552. РОМА АЛЬФА 77552. На прямой ВВП 07. Наблюдаем. Готовы к посадке. РОМА АЛЬФА 67552. Ветер в начале полосы 120 градусов 2 метров в секунду. В середине 130 градусов 3 метров в секунду. Посадку на полосу 07 разрешаю. Посадку на полосу 07 разрешили. РОМА АЛЬФА 77552. Ваше 77552. укорот. РОМА АЛЬФА 77555. Руковь到 масло 2100 градусов 2 это очень хорошо. П loose, при том. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот видимо из-за того, что озеро еще не прогревать холодное Вот аэродром Можно сказать находится в горах Там вот горы Там озеро В общем, такой вот эцикуль никаких воздушных судов, кроме наших, здесь нет Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok После взлета набирайте эшелон 1.6.0 и установите сквок 0.2.30 Абалу 1.0, сквок 0.2.30 Под взлета набираем эшелон 160 РОМАЛФАШ-7552 552 вам проходит 25-я полоса На данный момент ветер 110 градусов 2 метра в секунду Да, проходит 25-я полоса РОМАЛФА-7552 Так, а погода он сказал 552 Поправка в условиях пост... Стандартный выход БАУМА1 ФОКСРОД БАУМА1 ФОКСРОД РОМААЛФА-67552 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 Розрите запуск РОМААЛФА-67552 Запуск разреши Полоса 25 Запуск разрешили ВП 25 РОМААЛФА-67552 РОМААЛФА-67552 За предварительной полосы 25 разрешаю Рулите вправо, по право За машинное сопровождение Полоса 25 ВП 25 разрешили Предварительный вправо, по право За машинное сопровождение Занимаем РОМААЛФА-67552 Очень дорожелюбный аэропорт оказался Ради нашего прилета приехало около 10 человек Потому что сегодня сюда никто не пролетал Но люди в целом, в принципе, все веселые Для них это было интересно Посидели, пообщались Сказали, буду ждать видео Сейчас вот У нас машина сопровождения Нива Аэродром очень сложный Без машины сопровождения никак Да, и стоит обратить внимание Что мы сейчас находимся на земле А высота у нас уже 5400 футов Такое превышение аэропорта Иссыкуль Вот То есть он Находится Высоко Относительно Уровня моря РОМААЛФА-67552 Разрешите предварительный Рассчитываем взлет от браво А исполнительная поправка? 67552 Занимайте исполнительной полосой 25 Занимаем исполнительным ВП 25 РОМАААЛФА-67552 РОМАААЛФА-6752 Ветер в начале полосы 100 градусов 2 метров в секунду В середине 60 градусов 2 метров в секунду Попутняк Вас понял РОМААААЛФА-6752 РОМААААЛФА-6752 К взлету готов РОМААААЛФА-6752 Ветер 100 градусов 2 метров в секунду Взлет разрешен Полоса 25 РОМААААААЛФА-6752 Скорость видишь как малая растет А относительно земли, быстро бежим уже. Ну да, 50 узлов уже, конечно. А у меня 40 узлов всего. То есть самолет не летит. Взрыв, слышишь? Да не, ну давай разгоняй. Да не, нормально, я вот вдоль полосы иду. Мы прилетели в аэропорт Сыкуль. Нас попросили рассчитаться за прилет. Российские карты не работают. Европейская карта моя в Apple Wallet тоже нельзя оплатить, потому что у их терминалов нет бесконтактной оплаты. Мы дали 5000 рублей вместо 40 долларов. Ребята пошли нам к навстречу, за что им огромное спасибо. Выручили нас. Такие вот дела, конечно, да. Проблем сейчас много. Но они решаются в облаках. Да, со всякими оплатами и все такое. Вот сейчас скоро уже будет закат. Вот натягивает облака. Осталось озеро. Солнце уже село. Красивых теней на горах нет. Вот натягивает облачность. Тут тоже все в тени. В общем, красоты такой нет. А то потихонечку улетим обратно. Все, доложусь. Давай. Ромео Альфа 67552. Балву в наборе 160. Роксат считаем 13.25. Ромео Альфа 67552. Иссыкуль. Вечер добрый. Пролет. Занятие 160-го доложите. Занятие 160-го доложу. 67552. Редактор субтитров А.Семкин Бешкек подход. Добрый вечер. Роме Альфа 67552. Сью проходим. Рахат. Эшелон 160. Хотели бы спрямление на УМ-Лот? Роме Альфа 67, 552, курс Майк на Вембо-Сиера, по локатору наблюдаю, спрямление на УМ-Лот дополнительно, сохранять эшелон 1.6.0. Курс Майк на Вембо-Сиера, Роме Альфа 67, 552, сохраняем эшелон 1.6.0. Прекрасный закат, радует нас, правда скоро будет темнеть, становится темно, это не есть хорошо, когда рядом горы. Ну и вот обратно летим точно таким же маршрутом. Сейчас попросили спрямление на точку УМ-Лот, пока не разрешили, сказали следовать на привод Майк на Вембо-Сиера, посмотрим. В общем, сегодня подустали, если честно. У нас получается, сегодня было, получается, раз, два, три, четыре взлета и посадки, как бы, ну, до хрена. Вот, и полетная смена, получается, часов 14 получится. 13 с половиной часов смена, конечно, терпима. Роме Альфа 67, 552, вправо, курс УМ-Лот, разрешили. Вправо, курс УМ-Лот, спасибо огромное, сохраняем 1.6.0, Роме Альфа 67, 552. Роме Альфа 67, 552 и расчет на УМ-Лота, подскажите. УМ-Лот считаем в 50 минут, Роме Альфа 67, 552. 50 минут, ринько. Ну, и вот, пока я вам рассказывал, нас спрямили примерно маршрута нашего срежем минут так. О, так мы минут 20 срежем, это, в принципе, ну, круто очень. Вот. Так что, этот, не зря мы попросились спрямления. Спасибо огромное, Бишкек, контролю. Да, привет, Бишкек, контролю, привет, Киргизия, Киргизстан. Очень гостеприимная страна. Прекрасно встретили. Замечательный радиообмен. Все любезно и хорошо. Роме Альфа 67, 552, УМ-Лот, 1,6, 0. Роме Альфа 67, 552, работайте, Алматы, контроль, 131,54. Алматы, контроль, 131,54. Всего доброго, Роме Альфа 67, 552. Алматы, контроль, добрый вечер. Роме Альфа 67, 552, УМ-Лот, 1,6, 0. Далее рассчитываем Пин Ри и ЕКЛАД. Роме Альфа 67, 552, УМ-Лот, контроль, добрый день, опознаны. Сообщите эшелон. Сохраняем эшелон 1,6, 0. Роме Альфа 67, 552. Роме Альфа 67, 552, понял, следует на эшелоне 1,6, 0. И для информации по высоте вас не наблюдаю. Сохраняем 1,6, 0. Сейчас попробуем, Андрейчик, перезагрузить. Герому Альфа 67, 552. Подключение, можно ли спрямление на ЕКЛАДС попросить? 67, 552, пока точка Бин Ри. Пока курс Бин Ри, сохраняем 1,6, 0. 67, 552. Вернулись обратно в пространство Казахстана. Сейчас опять просим спрямить маленько. Вместо точки Бин Ри полететь на точку ЕКЛАДС. Может быть, нам сейчас разрешат. Также по остатку топлива у нас... Альфа 67, 552. Сьюп, локатор у вас не наблюдаю. Ага, перезагрузили. Ответчик сейчас появится. Дота должного 6, 752. Значит, левый бак у нас осталось 1,25, правый тоже 1,25. Сейчас вот перекачиваем топливо в правый бак. Из основного бака, который у нас там стоит. Вот он он. То есть вместо заднего сидения у нас установлен до бака. Вот тут всякий хлам. Вот вещи. Улетаем от заката. Красивый закат такой. Разрешено курс ГОСЛУ. Курс ГОСЛУ. Приняли. Шесть, семь, пять, 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 пять. С такой точкой знакомой. Курсом на ГОСЛУ. Сохраняем эшелон 1,6,0. Роми АЛФА, шесть, семь, пятьсот пятьдесят два, Алматы. Отход. Добрый день. Северный шелон 160 на ГОСЛУ. ВАСЛУ 0,5 право. Снижение просчета заложить. На 0,5 право будем рассчитывать снижение просчета. Подскажем. Сохраняем 1,6,0. ГОСЛУ Рома АЛФА, шесть, пятьсот пятьдесят два. Сейчас готовимся к заходу по АЛС. Это приборный заход в аэропорт Алматы на полосу 0,5 правая. На 0,5 правую только 1,1 схема захода по АЛС. Вот, АЛС ДМЕ. Значит, сейчас снижаемся на точку ГОСЛУ 5,2 футов. Вот здесь на схеме написано 5,2. То есть вот к точке ГОСЛУ мы должны быть 5,2, к ней ниже. Далее у нас точка Дитла. Вот она, на точке Дитла мы должны быть на высоте 4,2 футов по КЮНХ-1017. И на удалении 5,9 на высоте 4,2 футов мы должны захватить курсовой. Вот. И дальше уже там снижаться по стрелочкам. Вот. То есть выполнять приборный заход. Так, вот тут в схеме написана путевая скорость. То есть вот у нас будет она где-то 75 узлов. Это нам нужно держать где-то вертикальную скорость 400 футов в минуту. Угол на наклоне ГЛИСАДы 3 градуса. Вот. И на высоте 2,5 футов. Ну вот там тут в схеме 2,428, но мы округлили в большую сторону. Если мы на высоте 2,5 футов не видим полосу, то мы уходим на второй круг. Это так и называется десериналтитюд. Вот. Высота принятия решения. Вот. И в принципе вот iPad и вот прибор Garmin GNS 430 позволяет нам это делать законно и безопасно. Вот. Еще бы противорбительную систему поставить на совсем вторую церковь, но и вообще было бы отлично. Так вот снижаемся. У нас тут два iPad. Рома Альфа 67,552. Заход Илс ВПП-05 правая. Разрешаю. Захват курсового. Доложите. А заход Илс ВПП-05 правая. Разрешили. Захват курсового. Доложим. Рома Альфа 67,552. Горы заснеженные. Вот. Город светится. Алматы. Алматы. Роме АЛФА 67552, ветер 360 градусов, 2 метра, ВПП 05 правая, посадку разрешаю. ВПП 05 правая, посадку разрешили Роме АЛФА 6752. Продолжаем заход АЛС, Алматы, Международный, 05 правая, ночной заходик у нас. Роме АЛФА 67552, влево по Чарли, пересекайте ВПП 05 левый, далее Эрдек Кила. Влево по Чарли, пересекаем полосу и далее по Кила 67552, пересечения полосы запрашивать нужно или сейчас можно? Роме АЛФА 67552, хорошо пересечение ВП 05 левый. Добрый вечер, Роме АЛФА 67552, после освобождения на РД Кила машину, сопровождение наблюдаем. Роме АЛФА 67552, добрый вечер, стоянка 58 по РД Кила за машиной, сопровождение, на стоянке доложим. Роме АЛФА 67552, вот такая машинка только что поставила конусы, колодки. Вот мы, конечно, самолет на ручнике оставили, конусы такие здоровые. В общем, прилетели в Алматы, заходили уже ночью, вот. Завтра прилетим на маленький аэродром, там дозабравимся и полетим в Козеларду. И полетим в Козеларду и завтра полетим в Узбекистан, еще в Хиеву. В общем, вот такие вот дела. Тут у нас по соседству стоит бизнес-джет, вот слева тоже три бизнес-джета по соседству стоит. Так вот прям четко зарулили на стоянку. Сегодня еще день у нас прошел по плану, все поставленные задачи выполнены. Вот, пока все хорошо, отличная погода, все-таки погода это самое главное в наших полетах, вот. Потому что если погода не очень, то это все-таки стресс, вот. Как каким бы опытным пилот не был. Сейчас пойдем на пограничный контроль снова, чтобы нас выпустили в город. И завтра у нас будет уже внутренний перелет по Казахстану. Так, сейчас машина сад сопровождения решила нас бесплатно подвезти до терминала. Сейчас машина сад сопровождения решила нас подвезти, отчитала, что мы типа ходим, что-то там пересекаем, так делать нельзя. Вот, но аэропорт сам об этом не позаботился. В общем, он нас привез не туда. Терминал тот, но там можно находится совсем в другом месте. Вот, рейс Аэр-Астана готовится к вылету. В общем, прошли пограничный контроль. Вот, значит, мы летали по заданию на полет, по которому обычно летаем по России. Штампы нам поставили в задание на полет. И вот, генеральные декларации тоже проверяли, смотрели. Их нам заполняет Женя, скидывают. Мы их распечатываем, показываем погранслужбы и спокойно проходим. То есть, в принципе, от нас самое сложное это найти погранцов, чтобы они все сделали. И выгодят. И сходный аэродром, да. Значит, я захожу по АОПА-Айди. Вот, Ян заходит по Пилотскому и по Паспорту. Вот, и в принципе, АОПА-Айди по всему миру работает вместо Паспорта и Пилотского. Вот так выглядит терминал аэропорта Алматы с улицы. В общем, все. Пограничный контроль мы прошли быстро. Вот. Вышли с аэропорта, нас встретил Кирилл. Спасибо, брат, смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Приходите учиться в нашем авиационном учебном центре Магаря Тренинг. Всем пока. А в следующем видео мы полетим в Узбекистан, в Хио. Через Козеларду. По-моему, вроде бы, но это не точно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok